В эфире Народное Славянское Радио Всем здравия! Я Робот Ау В 33 день месяца Белого Сияния и Покоя Мира во многих славянских родах отмечают праздник Зимний день Бога Перуна С древних времен Перун, сын Бога Сварога и Лады Богородицы внук Бога Вышиня, покровитель чертога Орла во Сварожьем Круге являются защитником многих славянских племен свято-расы русичей, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов, земгалов, полян, сербов и многих других У разных народов Перуна называют по-разному Перкунас, Перкунас, Перкун, Перк и Пуруша Но несмотря на это небольшое расхождение, он имеет схожие описания и функциональные особенности Бога Громовержца, покровителя огня, управляющего молниями Согласно древним преданиям, Перун трижды прибывал на нашу землю, чтобы защитить своих родичей в лихую годину от полчищ пекельного мира, которые обманом и силой вовлекали в темные миры наших пращуров для того, чтобы вопреки предписанию Бога Сварога, превратить их в безвольных покорных рабов помешать их духовному развитию и продвижению по золотому пути восхождения Битвы света и тьмы на Мидгардземле, как правило, происходят по истечении Сварожьего круга и 99 кругов жизни, что равно 40 176 летам После первых трех космических битв между светом и тьмой, когда победили светлые силы Бог Перун спускался на Мидгардземлю, чтобы поведать людям о произошедших событиях и о том, что ожидает Землю в будущем, о предстоящих темных временах и о грядущих великих ассах, то есть небесных битвах Колебания во времени, между третьей и предстоящей четвертой битвой света и тьмы могут составлять всего лишь один круг жизни, 144 лета Однако не стоит надеяться на то, что кто-то из светлых богов прилетит на волшебном космическом корабле и накажет плохих ребят за то, что они притесняют хороших парней Издревле на Руси говорили На Бога надейся, а сам не плашай Нет смысла заниматься спасением тех, кто хочет жить иждивенцем за счет других Кому не интересен путь саморазвития и созидания Кто готов продавать все и вся, чтобы слаще жрать и мягче спать В наше время появилось множество истинных пророчеств о конце света или конце времен Чаще всего такие заявления исходят от управителей лунных культов, ожидающих прихода очередного спасителя Многие славяне, находясь в невежестве, верят в подобные предсказания И обращают свои надежды к божествам и пророкам иных народов Забывая о том, что каждый бог или пророк Нацелен на помощь только своим родственникам или пастве И спасение чуждых родов в его планы не входит Об этом предупреждал перун потомков расы Во время пребывания на Мидгарде Предостерегая от легковерия в кривду, посеянную чужеземцами Но не только оставленными заповедями запомнился перун После освобождения наших родичей из плена Он, вместе со своей дружиной, девять дней уничтожал разбретшуюся по всей земле нечисть Которая вырвалась из пекельного мира вместе с представителями расы И победив злые силы, вонзил в землю свой сияющий меч С той поры люди отмечают зимний день Перуна Как праздник победы над злом И в честь этого проходит славяне девять кругов по свастичному лабиринту Который называется Перуна в путь И как встарь глаголит расичи Слава Перуну многомудрому Знай свое прошлое В нем мудрость предков и сила твоя великая Желаю всем добра Народная славянская радио Все нужно, все важно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова